всем привет сегодня у нас снова распаковка с амазона вот такая коробочка снова я не знаю что внутри она еще не распечатанная вот как мне привезли так я вам ее показываю логотип амазона что внутри посмотрим вместе у меня есть лишь догадки потому что все-таки заказ делала и я заказывала много всего сразу приходит она по одному и от разных поставщиков от разных продавцов в разное время так что я лишь догадки имею о том чтобы это могло быть давайте смотреть вместе открываем наши орудия осторожно собака но слишком острая и вскрываем посылочку что же у нас тут жареная картошка фуууууу а может кто-то любят жареную картошку вот у меня брат точно знаю, что любят жареную картошку. Прям на сальце вот такую жирненькую, чтобы ваше масло капало. А я что-то разлюбила в последние годы. Так, но тем не менее, эта штука однозначно в доме полезна. И все. Мы придумаем, как ее использовать, кроме когда жареной картошки. Вы уже, наверное, поняли, что это. А я поняла точно. Это фритюрница, господа. Фри-тюр-ни-ца. И, как всегда, он больше присылает бумаги, чем чего-нибудь полезного. Лучше бы наоборот. Вот такая вот коробочка. Сейчас мы распечатаем с вами. Коробка нам не нужна. Смотрим, как она открывается. О, нашел. Тарам-парам-парам! Пара-па-пам! 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 Ай! Ну вот. Как и ноги, основной, не пошуфрите. Задавайте, вот вы трех. Не просто. Та-да-да-дам! Я уже забыла, какую фирму. Это была фирма Рассел Хоббс. Она сейчас почему-то очень много представлена на нашем рынке. Раньше в России я о ней ничего не слышала. А здесь вот, почему-то, самая недорогая, но при этом продвинутая какая-то техника. Типа там, не знаю, может быть не продвинутая, а может быть симпатичная. Какие-то вот, такие вот индивидуальные запросы. Вроде там, хочу стеклянный чайник, но я не хочу за него платить там 200 евро. Да пожалуйста, Рассел Хобб предложит тебе там за 20 евро этот чайник. То есть, вот из такой техники, вроде бы на особый запрос, но... Так, Вайн Ваучер. Ваш уникальный код, бла-бла-бла. Спасибо за покупку. Здесь 50 фунтов или 60 евро на то, чтобы потратить что-то в нашем мире наших друзей, бла-бла-бла, что-то, я не знаю. Почему 17-18 год? Не знаю. А, вот там написано как потратить. Введите свои данные. А, ну понятно, они же не знают, кому Амазон это отправил. Поэтому они хотят узнать, кто я такая и что у меня есть их техника. Если я дам вам свои данные, то они мне сделают скидку на что-нибудь на 50 евро. Ладно. Это все клейка, это все упаковка и это все тоже упаковка. Вот такая вот штуковина. Маленькая фритурница всего, по-моему, она на 2 литра еды. Не знаю, как она открывается. вот здесь для особо умных есть кнопочка. Масюсенькая такая вот фритурница. На самом деле, я не уверена, что мы вообще ей будем пользоваться. Я как бы подумала, что она столько маленькая, настолько миленькая, что пожарить мне котлетки мужу, это вот прямо то, что надо. Взять полуфабрикаты, просто обычные, замороженные, кинуть их в морозилку, и когда муж скажет, я что, голоден, воткнуть эту штуку в розетку, а сюда кину две котлеты. И все, и муж счастлив, и мне заморачиваться особо не придется. Жидкости тут всего ничего. Сейчас мы найдем ее характеристики, и я вам точно скажу. Так. Значит, итогой здесь два с половиной литра масла наливается, и до одного килограмма пищи можно готовить вот в этой маленькой, малюсенькой сеточке. Пришла она чуть больше двух недель к нам. Довольно хлипенькая конструкция, если честно. Такое какое-то все вот такое, вот оно такое хлипенькое, то закрывается, то открывается. совершенно непонятно, как ее ну вот вроде сейчас держится. Ну непонятно по какому принципу, ладно. Это все лирика, и на самом деле это не так уж и важно. Закрыть, когда потребуется всегда. И что огромный плюс, на мой взгляд, этой штуки, ее не надо постоянно открывать, здесь у нее вентиляция, а здесь окошечко, в котором плюс-минус как-то будет видно, что внутри происходит, и насколько готова наша пища. И это здорово, разве нет? Вот, по цене сейчас скажу, сколько это стоит. Значит, по цене она стоит всего-навсего 30 евро, и доставка ее с Амазона мы заказывали на Ко-Юкей, на английском Амазоне, и доставка ее в Ирландию, в Дублин, была чуть больше двух недель. Сегодня мы уже распечатали, но я на этой неделе еще не делала заказ продуктов Теско, поэтому масла у меня нет, и протестировать я пока не могу, но я обещаю, что как только я куплю масло, мы обязательно купим какие-нибудь, не знаю, может быть, котлетки, или блинчики, или что-нибудь такое вкусненькое, жирненькое, и обязательно с вами протестируем, я обещаю, обязательно попробуем, возможно, на следующей неделе. Сейчас я пока не готова, но мы ее поставим на кухне, она будет украшать пока что нашу кухню. Единственное, что для этого надо сложить ручку, чтобы она не торчала вот так. После этого мы протестируем, конечно, можно будет сказать, не больше, но, что я могу сказать, мы уже взяли этой фирмы бутербродницу, она стоила какие-то что-то очень тоже дешево, по-моему, 17 евро, мы ей пользуемся регулярно, она делает вкуснейшие тосты с сыром, и я и муж их очень любим, хотя я стараюсь на них не налегать. По понятным причинам мне много такой вкуснятины нельзя. Но мужу пока можно. И поэтому, в принципе, я думаю, что фритюрница для него тоже пригодится. Всем спасибо. На сегодня у нас обзор закончен, распаковочка закончена. Особо больше сказать про нее нечего, потому что я еще ее не протестировала. мы продолжим ревью, на следующей неделе посмотрим по факту, как эта штука работает. И большое вам спасибо, что вы со мной на этом канале. Подписывайтесь, ставьте лайк, и не забывайте еще нажать на колокольчик, тогда вы будете сразу уведомлены, если выйдет новое видео, то вам придет уведомление об этом персонально, и вы будете первыми, кто смотрит мои видео. Всем пока!